итак тема проповеди будет называться вспоминайте жену лота от луки 17 32 так и написано вспоминайте жену лотову вспоминайте ее если кто не верит давайте просто откроем место писания и просто прочитаем вспоминайте жену лотову 30 стих говорит даже скажем так в двадцать восьмом стихе так же как было и в одни лота еле пили покупали продавали садили строили но в день в который лот вышел из содома пролился с неба дождь огненный и серный и истребил всех когда авраам вышел уже утром посмотреть что произошло он увидел он посмотрел на окрестные все все эти вселения на окрестности содомские и гоморские и он увидел как дым как будто из печи идет дым вот во что превратилась против про и превратились грешные города люди не хотели расставаться с грехом и вместе с грехом были уничтожены бог не пришел губить души человеческие он пришел спасать но если человек держится продолжает держаться за грех либо он толерантен к греху знай что ты с грехом погибнешь грех это проклятие за грехи иисус страдал на кресте если мы продолжаем грешить значит мы аннулируем жертву иисуса христа и его страдания его мучения для нас становятся ничем расторгни контракт который у тебя был заключен с грехом многие люди говорят я не могу я не могу у меня болезнь но от этой болезни ты пойдешь в ад ноги говорят наркотики это болезнь алкоголизм это болезнь вы не понимаете как это сложно тебя иисус понимает я не должен тебя понимать тебя иисус понимает поэтому взял твои грехи на себя но если ты это не оставишь тогда ты будешь страдать вместе ты одно целое с грехом бог отделяет грешника от греха но грешник себя не отделяет от греха часто такое бывает поэтому будет подвержен одной участи почему иисус сказал вспоминать ее почему иисус попросил вспоминать женщину он не назвал ее имя и никто не знает имя жены лота я не знаю может какие-то ученые как-то изучили может быть знают как ее зовут я не знаю в библии тоже не нашел как ее зовут у нее даже нету имя человек прожил всю жизнь и нету имени мы знаем имена первых людей которые согрешили адам и ева а здесь мы не знаем даже имени мы знаем человека мы знаем человека который не был послушен богу почему иисус сказал вспоминать ее чтобы мы не повторили ее ошибки потому что многие живут также давайте вспомним ту притчу о богаче и лазаре богач который умер и пошел в ад находясь в муках просит авраама чтобы нищий лазарь пришел и помазал его язык водичкой просто пальчиком помазал даже не пить просит он говорит нет это невозможно тогда что говорит богач он говорит тогда пошли лазаря на землю чтобы он пришел в мой дом и предупредил моих братьев чтобы они не пришли в это место мучения когда человек живет на земле он не задумывается но когда он попадает в ад он все понимает а изменить ничего не может сегодня очень многие на пути туда многие верующие которые заигрывают с грехом они на пути туда иисус не просто так говорил он говорил это к верующим там также были ученики его и он говорил так будет в тот день в какой день день восхищения прошлый раз я также говорил об этом затрагивал бог не может наказать праведного и нечестивого он не может наказать верующего и грешника он не может поэтому верующего он выводит как лота он вывел с лотом могли спастись жена дочки его зитья их но когда лот пришел говорит зитьям знаете что будет огонь завтра завтра прольется огонь с неба вся земля будет уничтожена написано они смеялись над ним им показалось что это шутка прям так и написано что им показалось что он шутит как многим мы сегодня говорим и мы выглядим шуткой перед ними для них даже иисус выглядит шуткой они ничего не боятся они идут в ногу в ногу в с этим миром не повторяй ошибки жены лота не повторяй дорогой друг сегодня сегодня этот день день ревизии своей собственной жизни мы привыкли может быть делать ревизию нашему окружению сестре которая там плотская или брат который плотской сделайте сегодня ревизию своей личной жизни лично себе сделайте ревизию а я сам я сам как я живу куда я инвестирую мои мои все ресурсы которые мне даны куда я внимание свое отдаю куда я отдаю свою жизнь свое время кому я отдаю куда я это все вкладываю это очень важно давайте мы откроем бытие 19 главу мы прочитаем эту историю почему же иисус сказал надо вспоминать ее сегодня такие знаете поминочное служение будем вспоминать ну что делать но иисус нам сказал это делать так будем это делать не так часто мы это делаем бытие бытие первая глава библии 19 глава 12 стих 19 12 ангелы пришли в этот город под садом чтобы вывести лота потому что завтра будет уничтожение 9 12 стих начинаем читать сказали мужите лоту кто у тебя есть есть еще здесь взять ли сыновья ли твои дочери ли твои и кто бы ни был у тебя в городе всех вы выведи из сего места ибо мы истребим сие место потому что великой велик вопль на жителей его господу и господь послал нас истребить его это были ангелы которые кстати эти садомиты хотели изнасиловать и и вышел лот 14 стих и говорил с детьями своими которые брали за себя дочерей его и сказал встаньте выйдите из сего места ибо господь истребит сей город но зетям это показалось зетям его показалось что он шутит а представляете до какого можно дойти уровня что тебя даже не касается слово божье ты не впечатляешься больше ты просто обсмеиваешь верующих людей просто они тебе что-то говорят и ты просто смеешься над ними и просто шутишь ты шутка что ты мне скажешь тут 16 стих и как он медлил то мужите ангелы по милости к нему господней взяли его взяли за руку его и жену его и двух дочерей его и вывели его и поставили его вне города притормаживал наш друг лот пришли ангелы это не шутки не шуты это не какие-то странные люди они четко говорят не не сбиваясь они конкретно говорят завтра уничтожение этих городов срок вышел все срок вышел единственное кого мы можем помиловать это ваших родственников и он пошел к родственникам наверное он не хотел покидать этот хороший город вот и те посмеялись над ним и он так все медлил ангелы ему грят время время лот время выходим мы не можем начать мы не можем начать уничтожение выходи быстрее а он все копался копался копал них и все никак не может из дома выйти все копается копается ангелы хоба за руку его и жену пошли просто вывели за руку вот так наверно вот так вывели знаете как маленьких детей иногда так они вывели из города 17 стих когда же вывели их вон то один из них сказал спасать душу свою не оглядывайся назад и нигде не останавливайся в окрестности сей спасайся на гору чтобы тебе не погибнуть все нормально все понимаем да мы даже понимаем мы качаем головой да да все понятно все понятно 18 стих но лот сказала нет владыка вот раб твой обрел благоволение предачами твоими и велика милость твоя которую ты сделал со мною что спас жизнь мою но я не могу спасаться на гору чтоб не застигла меня беда и мне не умереть вот ближе бежать всей город он же мал побегу я туда он жимал и сохранится жизнь моя и сказал ему вот в угодность тебе 21 стих я сделаю и это и не спровергну города о котором ты говоришь представляете что происходит а вот начинает договариваться он начинает как бы говорить свое мнение и ему идут на уступку ангел ему идет на уступку он говорит я не хочу на гору бежать что мне не умею я вот можно я вот в этот город побегу и ангел горит ладно это несовершенно это ладно окей как тебе идут навстречу из-за тебя из-за того что ты туда пойдешь этот город не будет уничтожен он будет убран из цели представляете какую важную роль верующие имеют на этой земле иногда мы думаем я никто я ничто благодаря тебе бог терпит эту землю этот грехи которые просто уже достали бога 22 стих поспешай спасайся туда ибо я не могу сделать дело да коли ты не придешь туда потому и назван город сей си гор солнце взошло над землею и лот пришел все гор и пролил господь на садом и гоморру дождем серу и огонь от господа с неба и не спроверг города сии и всю окрестность их и всех жителей городов сих и произрастания земли жена желотова послушайте внимательно оглянулась позади его и стала соляным столпом жена желотова лот вообще сам жил неправильно бог его благословил ради авраама из-за авраама потому что бог не призывал лота бог призвал авраама он сказал выйди из земли твоей из дома родства твоего оставь 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 идолопоклонство выйди я тебе покажу землю произведу от тебя народ и с ним пошел племянник за компанию с дядей и знаете заодно бог благословил те кто находились вокруг авраама все были благословенные даже лот и потом они начали конфликтовать между собою потому что у лота стада и большой очень большие доходы объемы и у авраама их слуги их работники начали ссориться потому что одни говорят это наша земля наши овцы должны кушать эту траву а приходят рабы этого лота и говорят нет это наша мы первые сюда пришли и начались вот эти все трения ссоры и тогда авраам говорит лоту отделись от меня выйди от меня в любую землю выбирай я даю тебе предпочтение и вот что он выбрал он выбрал ему было предпочтение дано быть первому выбирать землю любую землю и он выбрал то что прекрасно для глаз тоже что и выбрала ева потому что это дерево оно красиво и вожделенно для глаз ибо дает знания это то что привлекает этот мир И Лот, он выбрал именно красоту внешнюю Несмотря на то, что там был грех, ужасные грехи, ужасные преступления Лот выбрал эти места, потому что это были, выглядели как райские, как райские сады И когда люди очень хорошо начинают жить, они начинают грешить Это такова природа человека Когда человек начинает очень роскошно жить, он начинает грешить Чем больше денег дашь, тем быстрее он умрет И поэтому мы видим, что Лот, он потихонечку туда пробирался, в садом Потихонечку, написано, он поселился в окрестностях, а потом уже сидел у ворот Как мудрый человек, мудрейший человек, вместе с ними Лот, зачем ты туда пришел? Зачем, многие верующие, вы идете и имеете общие дела с этим миром? Зачем? Зачем вы идете нога в ногу? Боже слово говорит, какое общение у тьмы со светом? Не преклоняйтесь под чужое ермо с неверными Не надо Не делайте союзов Не надо этого делать Потому что вы потеряете силу Вы будете уступать всегда Ваша святость не будет нравиться всем И вы должны будете немножко свет притушить Немножко принципы принизить Ваши высокие планки вы опустите Вы с ними будете пить пиво Анекдоты грязные рассказывать Лишь бы быть в их компании И вы не знаете, что за каждый выбор есть последствия И смотрите, что произошло А что Авраам выбрал? Он говорит Тогда к нему стал сам Бог говорить И он говорит Авраам, поднимись на гору Он показал ему все окрестности Эту землю я даю тебе Я даю тебе Представляете? И потомкам твоим Жди от Господа Не выбирай Часто мы делаем свой выбор И обвиняем потом Бога И говорим И плачем О, почему у меня так тяжело в жизни? Ты сейчас пожинаешь то, что ты выбрал Это последствия, дорогой друг И мы не в силе уйти от последствий Последствия будут до конца догонять нас Несмотря на то, что Лот Он делал неправильные вещи Бог все равно его называл праведным Потому что написано, что он каждый день Мучился в своей праведной душе Он Божий человек Благодаря Аврааму Он был с Авраамом Он был благословен Написано, что он мучился каждый день В душе своей Потому что он должен был слышать все эти разговоры Он должен был видеть все эти сделки нечистые Он должен был все это видеть, молчать Видеть, молчать И он мучился, потому что он считал это неправильно Это неправильно И он знал, вот эти люди делают неправильно Это И все вокруг него делали неправильно И он находился с ними. А если бы он что-то стал говорить им, они ему сказали бы, ты пришел к нам, не мы к тебе пришли, ты пришел к нам, выполняй наши требования. Мы тебя здесь не держим, ты можешь идти. Ну а Лоту нравилось именно прекрасное, красивое. И он хотел это всегда. И написано, что ангелы конкретно сказали, что спасайтесь на гору, идите не оглядывайтесь назад, идите не оглядывайтесь назад, не смотрите на старую жизнь. Бог подарил вам новую жизнь. И я видел дурачков, я извиняюсь за выражение, это слово сюда подходит очень хорошо, которые молятся и принимают Христа, и дальше идут в блевотину. Я не понимаю, извините, братья и сестры, я не понимаю, зачем тебе идти туда, зачем тебе звонить к этим корешам, зачем тебе вот эти все последствия. Тебя Иисус спас, и ты не ценишь, ты думаешь, а это подарок. Послушай, когда придут семь злейших бесов в твою жизнь, уже мало кто тебе сможет помочь. Они тебя могут довести до края пропасти. Потому что, а бесы, семь бесов, никогда не входят в человека, если там есть Христос. Никогда. Они входят тогда, когда сердце человека пустое, там нету поклонения Богу, там не занято Словом Божьим, там нет Бога. Там просто чисто. И туда входят семь бесов, семь злейших. И доводят этого человека до ужаса, до смерти. Послушайте, это все не шутки. Если вы тот человек, вам нужно сделать ревизию серьезно. Послушайте, мы так люди устроены. Пока все хорошо в нашей жизни. Мы грешим тайно. Мы думаем, что за это ничего не будет. Мы смотрим, действительно ничего не было. Никто не узнал. Фу, слава Богу. И мы продолжаем. Мы привыкаем к такой жизни. Но ты-то не знаешь, тик-тик, так-так, время вышло, и секира упала на тебя. Все, твоя жизнь закончилась. И в том состоянии, в котором ты умер, ты будешь проводить вечность. Жена Лота прожила жизнь. Она также была молодой. Но что она делала в своей молодости? Чем эта девушка занималась? Тем же, что и большинство людей. Чем занимаются? Образованием. Своей карьерой, личной жизнью занимаются. Уютом, суетой и так далее. Разве это плохие вещи? Нет. Я вам скажу, если мы думаем, что Лот из-за богатства был, пострадал. Я вам скажу, Авраам был богаче Лота, и его не коснулась эта беда. Неважно. Если ты бедный, значит, ты с Богом, ты святой. Очень часто бывает и наоборот. Авраам был богаче Лота. Однако его сердце было с Богом. И это богатство никак не навредило ему. Очень важно, какой сделал выбор. Лот, какой сделал выбор. Как и большинство людей, она вкладывала свои силы в быт и уют. Ну, каждая женщина, наверное, так устроена. Но не в духовное. Она шила ковры. Она занималась огородом. Она везде бегала. Она набирала очень много суеты. И потом везде уставала. Хотела все успеть. Все внесла на своих плечах. Все, все хозяйство. И всему подобное. Но в нее место, в ее сердце, не было места для Бога. Она не уважала Бога. Пришли ангелы. Ангелы пришли в твой дом. Тебе сейчас говорят не три паренька. Тебе говорят ангелы Бога. Выходи и сделай. Почему она не послушалась? Потому что она не слушалась всю жизнь. Слово Божье для нее не было авторитетом. И поэтому, когда сейчас звучит для нее Слово Божье, оно по-прежнему не авторитет. Там слышали все. Ангелы нормально разговаривают громким голосом. Не скулили там. Пойми, что там сказали. Нет, они четко сказали на родном языке. Выходишь из дома. Причем быстро уже бежать надо. Уже Господь говорит, хватайте за руку одного и второго, чтобы не сгорели. Уже как головня из огня. Быстро бегите на гору. И вот Лот бежит. Дочери бегут. Эти зятья сказали, знаете, с пивом, нога на ногу. Это Лот перегрелся на солнце. Сегодня день такой жаркий, что Лот перегрелся на солнце. И мы посмотрим и снова увидим, что все было прекрасно. Земля-то орошалась паром. Это было удивительное место. Как сад едемский. Очень удивительная была там растительность, бурная. Там все росло, там было все преуспевание, все было. И эти зятья посмеялись над Лотом. Говорят, что перегрелся наш папа. Но дочери побежали. Жена побежала. Лучшие инвестиции. Лучшие, а куда ты можешь проинвестировать? Свои ресурсы жизненные. Свою жизнь, свое время. Свое здоровье. Свои финансы. Это в Божье. В самого Бога. Человек, который строил дом. И он потратил свое время на фундамент. Потом фундамент служил ему, когда пришло наводнение. Фундамент держал его. Когда беда пришла, этот дом не рухнул. Но в свое время этот строитель, этот человек потратил свое время. Написано, что он копал, углубился и положил основание свое на камни. А Библия говорит, что наш камень Иисус Христос. Поэтому, когда случится беда, тебе не надо бояться. Фундамент будет держать твой дом. Иисус будет держать твою жизнь. Твоя жизнь не поколеблется. Никакое зло не пристанет к тебе. Потому что сам Бог тебя охраняет. Он будет хранить тебя на всех путях твоих. Он будет с тобой всегда. Он пообещал это. Но он не играет в игры. Если ты заигрываешь, флиртуешь, смеешься с этим миром, то ты не можешь одновременно и с Иисусом быть. Тебе нужно задуматься сегодня. Сегодня это тот день, когда нам всем надо сделать ревизию нашего сердца. Нам нужно задуматься. Чтобы не оказалось поздно. Не оказалось поздно. Я говорил одному верующему брату, который был бывший наркоман, и уверовал. Я много ему говорил. Мы ходили на наркоманские точки, чтобы проповедовать наркоманам и барыгам. И свидетельствовали. Он очень не хотел туда идти, потому что он там должен был. Еще один брат должен был пойти. И он жил со Христом. Но потом он срывался периодически. Он срывался. Я уже был на миссии. Я писал, Саня, ты доиграешься. Остановись. Будь верующим до конца. Он был замечательный человек. Он был веселый. Он всех смешил. Он был, знаете, как свет в компании. Он появлялся, и всем было весело. Он радостный. Он умел смешить всех, разряжал обстановку. Такой добрый был. Я вот помню его лицо. Помню его. Но он умер со шприцом в Вене. На лестничной площадке. Он был верующим. Он мне делился откровениями. Он открывал тетрадку, загнутую страницы. Он мне говорил, рассказывал, что Бог с ним говорит. Но он доигрался. Хочешь ты доиграться? Думаешь, у тебя другая судьба? У Бога другая судьба для тебя. Если ты не оставишь Бога, Он тебя никогда не оставит. Поверь. Никогда не оставит. Друзья могут оставить. Родные могут оставить. Ты можешь пережить самое предательство в жизни. Иисус это пережил. Но Бог никогда не оставит тебя. Он заменит тебя. Он даст тебе лучшее намного. Намного лучшее. Он даст тебе настоящее. Не заигрывая с этим миром. Эта женщина умерла в память нам. И стала памятником. Чтобы мы смотрели и думали. Почему же она стала памятником? Почему же она стала соляным столбом? Почему она умерла? Потому что она недооценивала Божие Слово. Потому что она стала смотреть туда, куда не надо было смотреть. Она нарушала. Она нарушала. Она не могла по-другому. Вы поверьте. Ты нельзя было изменить эту женщину. Ты ей хоть что говори. А ее сердце было там. Она вышла. Единственную главную вещь забыла. Это сердце. Поэтому Библия говорит. Где твое сокровище сегодня? Где? Если это не слово. Если это не церковь. Тогда ты пропал. Ты пропал. Это мусор. Это все мусор. На первом месте не должен быть никто другой, как кроме Бога. Не надо никогда оправдываться. У тебя либо он там есть на первом месте. На втором месте он не соглашается быть. Он не соглашается быть любовницей, любовником твоим. Он муж. Все. А церковь это невеста. Господь жених, а мы невеста. Он не будет терпеть измены. Он не будет смотреть нормально и равнодушно. Потому что он тебя любит всем сердцем. Он любит тебя всем своим естеством. И он отдал все за тебя. Он ожидает такой же самой любви. Такой же страстной любви. Чтобы он для тебя стал дорогим. Чтобы он стал для тебя ценным. Драгоценностью. Он не приложение. Он наша жизнь. Он центр нашей вселенной. Поэтому, братья и сестры, давайте задумаемся. И изменим нашу жизнь. Пока жизнь не наказала нас. Пока мы не попали в ужасные условия. В ужасные приключения. И чтобы потом о нас не ходили истории. А вы знаете такого верующего? Вот он упал. Или там. Вот он умер. Или что-нибудь еще. Послушайте, есть очень много хороших верующих, которые умерли во Христе. И многие говорят, какой был замечательный человек. Как он верил. Он был для нас примером. Я хочу, чтобы о каждом из нас говорили так. О каждом из нас, кого бы вспомнили. Люди бы окружающих говорили. А ведь какой он был настоящий человек. Он был настоящий верующий. Он не был фейком. Он не был подделкой. Он не лицемерил. Он на самом деле верил. Чтобы это заслужить. Тебе сегодня нужно быть с Богом. Чтобы даже и после твоей смерти говорили уже. Понимаете? Чтобы твои дети, твои внуки, окружающие, родственники там. Какие-то знакомые. Чтобы говорили о тебе, как о Божьем человеке. И верили в твоего Бога. Давайте помолимся. Давайте помолимся.